Развитию приграничного Зайсанского района сегодня уделяется большое внимание и немаловажное значение здесь имеет такая сфера, как предпринимательство. Малый и средний бизнес, движущие силы экономики и предприниматели Зайсанского района осваивают новые для себя направления бизнеса. Если раньше Зайсанский район в основном славился своей рыбой, то теперь местные предприниматели начали осваивать и производство колбасных изделий. Так, в селе Улькен-Каратал открылся цех на базе крестьянского хозяйства Акбай, где изготавливают разные виды колбас. Несмотря на то, что цех открылся совсем недавно, в сентябре этого года спрос на продукцию изо дня в день растет, организовываются и рабочие места. Мы производим колбасу сервелат из говядины с добавлением бараньего жира. Спрос на продукцию высок. Мы реализуем колбасу в Зайсанском районе. Сырье для производства колбас в основном поступает с фермы Саулиш-Оболгоженой, где выращивают казахскую белоголовую породу коров. Это чистый натуральный продукт, где нет химических добавок. Благодаря высокому качеству продукт в миг исчезает с прилавок магазинов, и у предпринимателей есть стимул для расширения своего дела. А в селе Айнабулак открылся цех по производству туалетной бумаги. Он начал свою работу благодаря государственной поддержке. Товар появился на полках магазинов с августа. Производственная мощность оценивается в 500 килограммов в сутки. Можно сказать, что это полностью отечественный продукт. Это одна из инициатив, реализованных при государственной поддержке и при поддержке нацпалаты Атамикен. Не только в Зайсанском, но и вообще, если взять соседние районы, Курчумский и Тарбогатайский, то такого здесь раньше не было. Производство бумаги начинается со сбора макулатуры. На начальном этапе она очищается от грязи и лишних примесей. Затем ее отправляют в измельчительную машину и смешивают с водой, а после фильтруют и сушат с помощью специальных устройств. Такие сушильные барабаны совершают 12-13 оборотов в минуту. Температура внутри достигает 110-115 градусов. Готовая бумага разрезается и отправляется на упаковку. Продукция реализуется населению Зайсанского района, в бюджетных учреждениях, через магазины, предпринимателей. Что касается спроса, то я не преувеличу, если скажу, что он высокий у местных покупателей. Говоря о развитии малого и среднего предпринимательства в Восточно-Казахстанской области, стоит отметить, что с начала года со стороны государства поддержано проектов на 22 миллиарда тенге, а инициативной молодежи по льготной ставке выдано свыше 200 кредитов на 1 миллиард тенге. Продолжение следует...